Доброго времени, уважаемые зрители! Меня зовут Алексей Помозов. В Гаудио-Вачнавской среде меня больше знают как Гаджа Ханта Дас. Это видео предназначено к большей степени для Гаудио-Вачнавской аудитории, для последователей ведической культуры. Заголовок сам о себе говорит, почему я выбрал самый трудный путь к самым легким деньгам. Да, действительно, рынок Форекс это самые легкие деньги. В каком смысле самые легкие деньги? Вообще, это рынок. В Гаудио-Вачнавской традиции эти темы обходятся стороной. Это как-то не принято не говорить, потому что в силу незнания, некомпетентности и большого опыта негативного, который составляет 98% по статистике, ну так, плюс-минус, да, людей-неудачников, кто побывал на рынке Форекс, считается, что это тема, которая мешает духовному развитию. Ничего ты не получишь, только одни проблемы и так далее. Но почему это самый легкий путь деньгам? Потому что для того, чтобы заработать на рынке Форекс, нужно просто нажать в мета-трейдере на телефоне кнопочку, и деньги начнут либо приходить, либо уходить. Вот смотрите, сейчас в текущем моменте, вот у меня идет 4 трейда. Видите, какие цифры маленькие? Там все возле одного доллара. Это потому, что я сейчас нахожусь в учебном режиме и, соответственно, торгую на самых минимальных лотах. Там вот, если вы видите, 0,01, это меньше просто не бывает. Для чего я это делаю? Для того, чтобы, ну, каким-то образом получать знания и информацию, которые, то есть, получать навык. Потому что самое главное – это получение навыка. И я вам просто приведу небольшой пример. То есть, просто нажал кнопочку, и деньги пошли либо в плюс, либо в минус на какой-то валютной паре. Я вам сейчас покажу пример, очень интересный, да, вот, пример. Вот смотрите, недавно я, вот у меня был такой день, да, и смотрите, сколько я взял трейдов. И все они были в плюсе, там вот, это синие цифры, это доллары, да. Синий – это значит плюс, красный – это минус. И вот этот день завершился для меня неудачно. Казалось бы, что тут все идет в плюс, но неожиданно индекс доллара сильно развернулся и полетел в другую сторону, и все эти трейды грохнулись, и я закрылся днем. День у меня закрылся минус 20, по-моему, долларов. Минус 20 долларов я потерял. Хотя все шло в плюс. То есть, самые легкие деньги, самые легкие деньги, да, потому что кнопочку нажал, и все, ты начал зарабатывать. Но это самый трудный путь. Это самый трудный путь. То есть те, кто говорят, что вот, вот, ютубовские все видео, они направлены на то, чтобы как можно быстрее тебя вот в этот, вот, втолкнуть в этот рынок. Несколько слов, там, несколько уроков дают тебе, там, для того, чтобы ты, как тебе кажется, понял суть. И ты начинаешь там торговать, и обычно 98%, 99% просто сливаются. Очень быстро, там, месяц-два, и все, все уходит оттуда. С большим таким разочарованием. И другого быть не может. Просто другого быть не может. Это очень сложная наука. Это очень серьезная наука. Вот смотрите, люди идут в институт. Но никто же, никто же не ожидает, что через полгода, ну, я уж не говорю про месяц, да, потому что ютубовские курсы, там, по 15 минут, несколько уроков, и вперед. Вот, ничего не получится. Никто от института не ожидает, что через три месяца ты станешь врачом, или юристом, или строителем, я не знаю, или кем угодно. Ты не получишь специальности. Должен пять лет отучиться. Практиковать, учиться, практиковать. Если вы идете в тренажерный зал, у вас же нет ожидания, что вы через три месяца станете качком. Да, таким, как, ну, Шварценеггер такой, известный, да, и персонаж. Вы же не хотите, вы же понимаете, что для того, чтобы стать Шварценеггером, нужно лет 20 там провести. Почему же кто-то думает, что если вы пришли на рынок Форекс, и начали обучаться торговле, что через два-три месяца вы станете нормальным трейдером, будете зарабатывать деньги. Вот это самая большая, первая ошибка, которую люди совершают. Огромная ошибка. Как бы ключевая. Потому что на Форекс приходят люди, чтобы как можно больше заработать, как можно быстрее. Но это много и сразу, это знаете, это у жуликов такая была наколка, мисс, много и сразу. Так не бывает. То есть нужно учиться. Нужно учиться. Я в данном случае, по истечении четырех месяцев обучения в Академии, в Академии финансовой, АМС-3К Академии, это Академия обучающей финансовой грамотности, я уже кое-что могу сказать. Уже так спокойно, предметно уже, потому что осмотрелся, освоился. Вот. То есть для того, чтобы стать хорошим трейдером, нужно учиться года три. Это минимум. Насколько я сейчас понимаю, из того окружения, с кем я сейчас столкнулся. Вот. Я об Академии немножко скажу попозже, наверное. Ну, в общем, я не готовился к этой беседе. Как-то у меня нет конспекта, тезисов. Я так буду немножко сумбурно это говорить, вы уж меня простите. Но буду говорить некоторые главные вещи. И вот первая главная вещь, это то, что наука трейдинга, она требует большого обучения. Когда я сейчас слушаю ежедневно, ну, с понедельника по пятницу, лекции, сессии, да, вот, где преподаватели, все преподаватели этой Академии, там около 170 человек, ну, там разные направления. Насколько я из рекламной могу взять информацию, ну, и то, что говорят преподаватели, это все долларовые миллионеры. То есть вот у нас в данном случае два преподавателя, один русскоязычный, другой через переводчика. Это все миллионеры, причем у второго там, по-моему, девятизначная сумма, да, то есть это люди, которые сделали за несколько лет такой капитал на трейдинги, вот обучаясь в этой Академии, стали преподавать. То есть здесь преподают профессионалы. Айместерик Академия, известная Академия, там более миллиона, в общем-то, учащих, ну, как бы учеников, ну, те, кто там обучался, я же не говорю, что сейчас одновременно, на 20 языках мира. Вот нам повезло, что на русском языке сейчас появился преподаватель, достаточно достойный человек, который очень много говорит о том, что мы не тело, а душа, вот, и он иногда эту тему затрагивает, хотя у них там запрещено касаться финансовых каких-то советов, ну, категорически запрещено давать финансовые какие-то рекомендации и говорить о религии, то есть табу. Ну, это светское обучение, понятно. Вот. И понятно, что, когда я погрузился в это обучение, я понял, что это просто наука, в которую нужно, ну, занырнуть так глубоко, чтобы вынырнуть более-менее нормальным трейдером. Вот. Что такое трейдинг, в принципе, да, вот на рынке Форекс? Форекс – это огромный базар. Огромный базар. Каждый день там происходит оборот семь триллионов долларов. Представляете? Семь триллионов долларов. Что это за цифра? Это семь миллионов миллионов долларов. Происходит. Это базар. И там продают акции, облигации, валюты, меняют и так далее. И вот на этом рынке люди зарабатывают деньги. Вот. Заходят трейды, так вот делают, берут на валютную пару и прочее-прочее. Криптовалюта там, все там, вот эти все вещи. И кто-то скажет, ну, нет, нет, это же нарушение, принцип – это азартная игра, это денежные махинации. Дорогие, дорогие зрители, вы все, вы все занимаетесь торговлей каждый день. Каждый день. Я не говорю про тех вайщев, ну, или торговцев, да, которые непосредственно имеют какой-то бизнес и занимаются какой-то продажей. Вот. Нет. Мы все с вами продаем. Каждый день. Каждый день мы продаем свое время, свое тело, свою энергию, свою квалификацию. Каждый день мы продаем свое тело, энергию, время, квалификацию. Вы все ходите на работу и продаете кому-то за какие-то незначительные деньги все вот это. Все это имеет ограниченный ресурс. Наше время, наше тело, наша энергия, наша квалификация. Это ограниченный ресурс. И вот за этот ограниченный ресурс вам ограниченно платят. И мне, собственно, платят. Кстати говоря, я сейчас буду некоторые вещи, как только всплывут по ходу, я буду их сразу говорить. Трейдингом можно заниматься только при одном условии. Если у вас есть стабильный заработок, который покрывает полностью все ваши расходы. Трейдингом нельзя заниматься, если вы пришли заработать и жить с трейдинга. Это лучше просто закрывайте видео, если вы так думаете. Это бесполезно. Это бесполезно. Потому что вы ничего не получите, вы просто у вас будут крысиные бега, вы будете что-то пытаться заработать, у вас будет мандраж из-за того, что вы не можете заработать это быстро, вы будете изымать эти деньги из оборота, и в итоге вы не накопите депозит, который вам позволит просто нормально заработать и брать какую-то большую сумму, небольшую сумму, или большую сумму, как хотите. Но для этого нужно пройти время. Три года нужно сделать этот депозит, туда не залазят, для этого нужно работать. Вот. Но как бы не для этого я сделал это видео. Не для этого. Я хочу сказать, что первое, вот это как бы уже условие, при котором вы можете стать успешным трейдером, это вы должны иметь стабильную, постоянную работу, которая покрывает ваши затраты. Это на самом деле не я придумал, это условие академии. То есть говорят, что если вы пришли сюда заработать за деньгами, вы ничего не получите. Все, кто приходит на рынок Форекс за деньгами, ничего не получат. Вот это тоже такая вот горькая статистика, люди просто все теряют. Второе, а может быть самое главное, для ради чего собственно я записал это видео, я хотел сказать, что для того, чтобы заниматься трейдингом или трейдингом в сознании Кришны, потому что мы поговорим еще возможен ли трейдинг в сознании Кришны, возможно, 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 никакого азарта, никакого азарта, просто работа, очень хорошая, удобная работа, психологически довольно-таки комфортная, но это немножко попозже коснемся, потому что именно в этой области все, кроются все самые главные причины ухода людей, людей из трейдинга. Так вот, для того, чтобы успешно заниматься трейдингом, у вас должна быть огромная мотивация, которая не связана с деньгами. Вы должны иметь огромную мечту, огромную мечту, средством для достижения которой являются деньги. И тогда у вас все получится. если вы будете искренне желать достижения своей мечты, то вот этот ресурс, который вы получите от трейдинга, он поможет вам. Но если вы пришли просто за деньгами, вы можете закрыть это видео, и ваш поход в трейдинг будет обречен на провал. Конечно же, я не настолько красноречив, чтобы рассказать все о трейдинге, да и времени, собственно говоря, это займет намного больше. Но для того, для тех, кто заинтересовался, вы можете просто ознакомиться с какими-то материалами, которых достаточно для того, чтобы сложить представление об этом. Если кому-то это интересно, то, пожалуйста, я это все материалы вам вышлю. Вы можете пообщаться с людьми, которые, скажем так, горят этой идеей больше, чем я, или знают об этом обучении больше, чем я. Они вам расскажут все перспективы, все возможности, потому что я, на самом деле, на сегодняшний день знаю достаточно немного. То есть, я только начал это обучение. И почему я об этом говорю? Потому что я точно знаю, что есть люди, которые имеют очень большую мечту, но не имеют пока возможности как достичь своих целей, которые они ставят перед собой в своей духовной жизни. И вот это один из путей, один из путей достижения этих целей. Поэтому все, кто я вам хочу сказать честному, прямо обещаю, прямо обещаю, что если вы на один месяц возьмете возможность доступа к материалам этой академии, то есть, я уже говорил, вам откроется сразу 100, около 100 лекций, ну, 85, там сейчас, она каждый день добавляется, вот, поэтому, когда вы захотите зайти, уже 100 точно будет. 100 лекций, обучающих по часу, по полтора, по всем вот эти материалы, которые, которые необходимы для базового знания относительно самой торговли на рынке Форекс, а также психологические лекции, которые все, кого я знаю, все, кто заходил на один месяц для того, чтобы ознакомиться, все с огромным таким, ну, как это сказать, удовлетворением высказываются о том, что они это не зря сделали, поэтому совершенно точно, совершенно точно, я вам точно обещаю, что если вы на один месяц зайдете, вы получите огромную исчерпывающую информацию о том, а вообще о финансовой грамотности, финансовой деятельности, которую вы не получите нигде на просторах интернета и от тех людей, которые называют себя в этой области экспертами, специалистами и так далее, потому что это область, в которой современные экономисты практически ничего не знают. Вот если вспомнить нашу студенческую юность, молодость, кто учился в вузах, ну вы наверное вспомните, что одни из самых бедных людей, кого вам доводилось встречать, это преподаватели экономики, это люди, которые имеют высшее экономическое образование, таких людей сотни тысяч в стране, они работают бухгалтерами, они работают много кем, экономистами, но это люди небогатые, поэтому вряд ли вы сможете у них получить какие-то знания об экономическом образовании, финансовой грамотности. Это бескрайние совершенно просторы возможностей для человека, который просто обладает нормальными качествами человеческими, это терпение, смирение, уважение и прочие, так сказать, вот эти вещи, которые необходимы. Они, кстати, замечательно воспитываются в процессе обучения. Замечательно. Лично я столкнулся с интересной ситуацией, что уже занимаясь достаточно долго по меркам жизни человека духовной практикой, если взять, допустим, в принципе, с духовными практиками, я начал заниматься с начала 90-х годов, но это были разные, так сказать, направления, и вот за эти годы я, по сути дела, фактически не работал, ну как бы, у меня не было обстоятельств, которые бы меня заставили работать над такими качествами характера, как терпение, смирение, почтение и прочее, прочее. То есть, само по себе нахождение в обществе преданных, оно и святое имя, да, которое мы, которому мы слушаем, оно очищает человека, оно воспитывает человека, ну, естественным образом эти качества. Но когда ты сталкиваешься лицом к лицу к необходимости их реально применить, эти качества, то ты понимаешь, что ты только в начале пути. И вот как раз вот этот рынок, который совершенно от нас не зависит, и мы никак не можем на него влиять, он очень сильно воспитывает эти качества и очень быстро. Так что это очень даже полезно. и вообще я вот если поделюсь, если, ну, как бы у нас, поскольку для вачнавской аудитории это видео записывается, то я считаю, что это идеальная площадка для людей, которые серьезно хотят посвятить свою жизнь служению Господу. потому что помимо, ну, почему это как бы идеально, потому что потому что помимо, ну, нет необходимости связывать себя с какой-то работой ежедневной, там, по 10 часов, там, если взять дорогу, да, вот, ну, конечно, кому-то везет, он работает с преданными, это действительно он работает недолго, но это редкий-редкий случай, в основном это статистика другая, вот. Ну, и во-вторых, вот то, чем мы занимаемся в выходные дни, здесь же тоже 5 дней, рынок Форекс не работает по выходным, вот, то, чем мы занимаемся в выходные, это хоринамы, воскресные программы, это общение с преданными, ну, как правило, выходные у преданных заняты, вот, у меня, например, оба выходных под завязку заняты, вообще, просто нет времени, и они, вот эти два дня, они полностью, как бы, прочищают сознание, они полностью выметают все вот эти вот, ну, как бы, вот, сложности начального этапа обучения, когда мы только начинаем торговать, и в понедельник ты приходишь совершенно таким восстановленным человеком, и, как бы, снова, ну, окунаешься в эту психологическую работу, потому что, ну, деньги, это огромная энергия, это огромная энергия, и мы должны, как бы, научиться, как-то сосуществовать с этой энергией, потому что, чем больше капитал, тем сложнее переваривать эти потери и приобретения, вот, и когда мы находимся в сознании, как бы, в движении сознания Кришны, у нас есть замечательная возможность утро посвятить духовной практике, и потом уже этот день спокойно идет, чего, кстати говоря, вряд ли скажешь о людях, которых не имеют этого счастья, да, заниматься духовными практиками, хотя, вот, я нахожусь вот в чате, порядка 200 русскоязычных учеников со всех стран, которые говорят на русском языке, так или иначе, и там у них тоже какие-то свои духовные практики, свои медитации, то есть они тоже как-то занимаются чем-то, вот, потому что, ну, это действительно важные вещи для того, чтобы гармонизировать свой ум, для того, чтобы не погружаться вот в эти вот паранойю там, да, по поводу каких-то ошибок, которые мы, безусловно, будем совершать, а ошибки там очень нужны, и, потому что именно они строят нашу, нашу квалификацию, и самое главное, мы приобретаем навык, навык, который нам очень-очень нужен, потому что, если мы хотим, допустим, жить автономно, по долгу месяцев где-то там в Дхаме Святой, то вот этот навык зарабатывания денег, он, безусловно, очень важен, потому что на что-то надо жить. Вот, это некоторые такие вещи, которые я бы хотел сказать в нашей первой встрече. Если будет потребность, я буду записывать уже более предметные какие-то видео, в котором буду рассказывать о сути торговли на рынке Форекс, о том, каких-то психологических моментов, коих бесконечное множество, для того, чтобы спокойно сделать эту деятельность своей второй работой на первом этапе, когда мы учимся, и потом сделать основной работой по 1-2 часа в день, так, собственно говоря, живут все те, кто уже стал в этой области специалистом, и уже иметь свободу перемещения, независимость от работодателя, и так далее, и так далее. Да, вот, был звонок, ну, и он немножко выключил меня из темы, сейчас я вспомню, что у нас было. Вы должны иметь очень большую мечту, и, кстати, к слову, мечта отличается от цели наличием одного фактора. Можно мечтать всю жизнь, все, что хочешь, но это будут просто мечты на диване, вот как я сейчас сижу, и могу мечтать все, что угодно. Мечты отличаются от цели наличием плана. То есть у вас должен быть план, каким образом вы достигнете. Так вот, только наличие очень мощной мечты может позволить вам быть успешным в трейдинге, потому что это будет поддерживать вас в очень сложном психологическом, психологических трансформациях, которые будут с вами происходить. Это неизбежно, потому что вот сейчас вы видели, я вам покажу еще раз, когда мы торгуем на какие-то небольшие суммы, ну да, в пределах 20-30 долларов, в принципе, это все равно 2-3 тысячи рублей, то психологически человек чувствует себя относительно более-менее комфортно. Ну вот, например, сейчас, вот если я сейчас поставлю лот не 0-0-1, а 0-1, то все эти цифры можно умножить на 10. А если поставлю единичку лот, то это все нужно умножить на 100. И одно дело, когда ты теряешь 5 долларов или 10 долларов, другое дело, когда ты теряешь 50-100, или 500-1000 долларов. А это неизбежно. Это неизбежно. И вот, что очень важно? Очень важно именно обучаться в учебном заведении. Потому что сейчас информация везде. Она везде есть. Вы можете зайти в YouTube и там за считанные часы полностью получить информацию. Как это, что делается? Но это не принесет вам никакого успеха. Вы только все потеряете. Статистика неумолима. 98% сливаются, разочаровываются и вышвыриваются с этого рынка. Успешными остаются 1-2%. 1-2%. Для того, чтобы стать 1-2%, нужно учиться. И мы, когда мы учимся, мы не просто получаем информацию. Есть такое понятие зеркальные нейроны. То есть, когда мы общаемся с людьми, которые это прошли, которые успешны, мы начинаем перенимать их эмоцию, энергию, их настроение, их навык. Просто взаимодействуй с ними. Как я смотрел коротенькое видео, там один персонаж говорил, что если вы будете общаться с четырьмя миллионерами, вы станете пятым. Если вы будете общаться с тремя уверенными в седьмя людьми, вы станете четвертым. Если вы будете общаться с двумя идиотами, вы станете третьим. Ну, то есть, все дело в общении, с кем ты общаешься. Очень важно, конечно, чтобы этот человек все-таки был не какой-то там отпетый материалист. Кстати, повезло, в Академии, Местерик Академия, единственный русскоязычный преподаватель, он человек, который исповедует религиозность, неважно, какой там, он достаточно религиозный человек, он достаточно прогрессивный, то есть, он все время говорит о том, что мы не тело, а то, что мы душа, у которой есть тело, и он много размышляет. Прошу прощения, опять меня отвлекают. Итак, что такое трейдинг? Трейдинг – это торговля на валютных парах, на криптовалюте и так далее. Мы уже говорили, что все у нас занимаются торговлей, и люди на самом деле готовы до конца своих дней, до смерти работать за очень маленькую зарплату. Собственно говоря, работать только на содержание этого тела, но люди не готовы, большинстве категорически не готовы потратить три года, чтобы навсегда решить проблемы с финансами. Вот это большой парадокс, это вот как мы все на нашей проповеди говорим людям, что такое самое главное чудо на земле, самое главное чудо на земле, это что люди каждый день видят смерть, но живут так, как будто будут жить вечно. То есть люди, даже те, кто говорят о Боге, они на самом деле живут так, как будто его нет. Но они говорят о Боге, они много об этом говорят, рассуждают, но живут сами по-другому. Вот тут то же самое. Люди готовы всю жизнь мыкаться, работать на кого-то, не иметь никаких возможностей даже съездить в святую Дхаму, в Индию, во Вриндаван, в Майпур, на фестивале. Они привязаны к этой работе, но они не готовы три года потратить, три года, для того, чтобы навсегда до конца дни решить эти вопросы. Мне сейчас уже много лет, я просто решил, мне это надоело, мне просто надоело работать до конца жизни. Потому что если я сейчас что-то не решу, не изменю в своей жизни, то я так и буду работать до конца жизни. Это вот моя мотивация, это зачем, зачем я пошел, почему я выбрал этот путь. Вот этот ответ, почему или зачем я выбрал путь, он главный. И меня к этому подтолкнуло мое пребывание во Вриндаване. В октябре месяце я был 13 дней во Вриндаване. У меня больше не было возможности, у меня больше не было на отпуск, больше не дали мне времени. Вот. И я не смог поехать на Гауру-Пурдиму, потому что меня не отпустили на работе. Вот на эту Гауру-Пурдиму вот фестиваль было, на Вадвипу, Мандала, Парихрама. Для тех, кто в теме, говорю, да, люди, которые могут просто смотреть со стороны. Вот. Но это не так важно, о чем я сейчас сказал. То есть кто вообще в теме, тот понимает, что на 12, на 13 дней приехать во Вриндаван это просто, ну, разбередить сердце. Ты ничего практически не получаешь, просто кроме горечи того, что ты там пробыл так мало. Я решил это изменить жизнь. У меня очень сильная мотивация, я хочу там жить намного дольше, чем 13 дней и позволить себе это делать. Тогда, когда мне это нужно, а не когда мне работодатель даст эту возможность. Поэтому мотивация, зачем, она имеет ключевое значение в том, чтобы преодолеть все трудности, которым столкнутся люди, которые начинают обучаться трейдингу. А такие трудности неизбежно придут, я вам обещаю, это все скажут. Потому что успешный трейдер, успех трейдинги на 5%, ну на 10% зависит от знаний технического анализа. То есть все вот эти графики, я не стал использовать этот компьютер, там, пожалуйста, любое видео по трейдингу зайдете, там вам покажут эти все графики, вам там за 15 минут расскажут основы теханализа в той или иной стратегии. Стратегий очень много, много стратегий, много различных вариантов, люди торгуют на смарт мани, вот как мы сейчас это делаем. Смарт мани это вместе с банками, да, такие длинные трейды, там, по неделям. Есть там дневные трейды, есть скалпинг, то есть совсем быстрые, когда там счет идет на минуты. Вот, ну это тема точно не наша, не моя. Вот, она так на любителя. Потому что надо сидеть за компьютером, вот, ну и так далее. Ну так сидеть, внимательно все там ловить. Но на 90%, на 90% успех в трейдинге зависит от психологии. На 90%. Все это говорят, грамотные, знающие люди. И успешный трейдер это тот, кто преодолел все эти вот проблемы в психологии. потому что вот мы посмотрели, да, потерять 5 долларов это несложно, потерять 50 сложнее, потерять 500, это очень тяжело, а это неизбежно. Потому что если вы хотите зарабатывать, то вы будете терять. И потерь в плане количественном показательном намного больше, потому что один успешный трейд, он покрывает несколько потерь. И одно из главных условий обучения в академии, то есть обучение в академии, то есть то, что я сейчас делаю, я сейчас учусь в академии трейдинга. Ну, она там многопрофильная, я просто учусь в направлении трейдинга. Вот. И это обучение, ну, безусловно, платное, ну, как. У меня дочери учатся сейчас в институте, в институтах, и у них месяц обучения стоит 15500. В нашем обычном ВУЗе, который, ну, дает очень, весьма посредственное образование. Весьма посредственное. 15500. Здесь поменьше, конечно. Но, тем не менее, это платное обучение. Вот. И одним из главных условий, там, да, как бы, там никто тебе никогда не скажет, что ты должен делать там в плане финансов. Это же никакая не пирамида, это школа. Ну, академия, это обучение. Вот. И там настоятельно требуют, чтобы наш стартовый депозит был очень маленький. 200, ну, максимум 500 долларов. Ну, в долларах это условных единицах, да. Евро, доллар, там, основная валюта, на которой работают брокеры. Почему? Потому, что ваша финансовая компетентность должна расти вместе с вашим депозитом. Ну, человек, который думает, что у меня куча денег, я сейчас поставлю и заработаю очень много. Ну, он не заработает, он потеряет, потому что знаний нет, знаний психологических навыков нет. то есть ваша квалификация, ваша финансовая грамотность, она растет вместе с тем временем и опытом, который вы как бы находитесь, да, в процессе обучения. И нужно расти вместе с депозитом, тогда вы сможете ставить больше денег на сделку и, соответственно, если в случае потери, вы легче будете переносить потерю какой-то крупной суммы. Это крайне важно. То есть мы должны расти вместе с депозитом, поэтому надо ставить 200-300 небольшую сумму и вместе с ней расти, 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 до того уровня, когда вы сможете уже апеллировать более крупными суммами. Потому что наш уровень дохода, наш уровень достатка, наш уровень депозит, наш уровень прибыли, он всегда будет соответствовать нашему уровню финансовой грамотности. Если у нас сейчас нет денег, это означает, что наш уровень финансовой грамотности на ту сумму, на которую мы сейчас получаем. Вот и все. Весь в ответ. Поэтому для того, чтобы иметь большие деньги, у нас уровень финансовой грамотности должен быть выше. И без знаний психологии это невозможно. и 90% всего успеха это лежит в психологии. Психологии, которую здесь преподают блестяще. Я почему об этом спокойно говорю, о том, что вы... Я сейчас уже буду говорить, да, предметно, потому что время много прошло, пора уже к делу. Я предлагаю вам на один месяц зайти в эту академию. Вы получите доступ к сотне лекций. сотни сто лекций от профессионалов, да, ну, как бы, из них там 65, вообще на русском языке, да, там остальные переводные, перевод. Вы получите полную информацию о трейдинге, о всем техническом, фундаментальном анализе, всех этих вот стратегиях, там, правления рисками и прочее, прочее. И половина этих лекций, там, может быть, 40, это лекции по психологии, по финансовой психологии. Меня, собственно говоря, также и пригласили в эту академию, мне сказали, если ты интересуешься какой-то финансовой грамотностью, что ты, у тебя есть какая-то мечта, да, то вот тебе возможность, зайди на месяц, посмотри, послушай, понравится, подчеркнешь для себя очень много, будешь полностью удовлетворен, что ты деньги не зря потратил, там, один первый месяц стоит 250 долларов, потом дешевле, вот, обучение. И, собственно говоря, то, что я и сделал, да, то есть я зашел, я действительно получил огромное удовольствие от того, что я, с чем я соприкоснулся, и, конечно же, я решил остаться, потому что трейдинг это, это работа. В идеале, уже, как бы, по факту, когда человек уже прошел этот процесс обучения, когда он действительно, ну, как бы, каким-то основным азам научился, да, потому что три года это, ну, в общем-то, это, как бы, такая ученическая платформа, которая позволяет уже тебе не терять деньги, уже, как бы, более-менее там, зарабатывать. Когда человек уже освоил лозы, когда он уже психологически пережил вот эти все свои небольшие потери и приобретения, вот, он уже, он уже, как бы, стал, ну, как бы, стал уже нормальным трейдером, то работа занимает порядка часа в день. Вот реально трейдеры, которые торгуют, вот они сейчас, они торгуют у них час в день. Это не сразу, это нужно три года пройти к этому. То есть, не верьте тех, кто обещает многого легкодоступным путем, не верьте. Ничего не бывает легкодоступным. Все, что действительно ценное, оно трудом берется. То есть, нужно учиться. Те, кто вам обещают, что трейдинг, это вот просто зашел, несколько ютубовских роликов посмотрел, и ты можешь торговать, это полный обман. Это глупость. Мы уже привели пример. Никто не пойдет через три месяца в фитнес-центре, не подойдет в зеркало и скажет, где мои мышцы. Вы же, невозможно за три месяца научиться чему-то. Вот. Но когда человек становится трейдером, уже таким нормальным, ему достаточно одного часа в день для того, чтобы проанализировать рынок. Ну, может быть, два раза по полчаса, потому что, ну, день-то меняется, там, как бы, движение все время происходит. Когда ты зашел, там может не быть, но есть такие определенные временные интервалы, когда там особенные движения, в которые люди, в общем-то, в основном занимаются торговлей. Вот. Когда открывается лондонская, нью-йоркская биржа, вот в этот период, там особенные движения. И это вот занимает два-три часа в день. Это как раз максимум. Это то, что, в общем-то, люди все и хотят. Чтобы был достойный заработок, за ограниченное количество времени и при, по возможности, тогда, когда мне удобно. И вот, трейдинг, это та самая работа, альтернативная, которая позволит нам, если мы приложим должное усилие, потому что, если ты, как вот, недавно я услышал из лекции Камалаканта про Бу, историю, да, когда там один глупец, который был глупцом, пошел к колодцу и увидел, как веревка от, для подъема ведер протерла в камне щель. И вот ему пришла тогда эта мысль, что если я буду упорно обучаться, если даже веревка смогла протереть в камне щель, то если я буду обучаться, то это обязательно принесет результат. Сейчас у меня нет каких-то результатов, у меня нет результатов, чтобы я мог похвастаться, вот у меня было столько, я столько заработал. Нет, нет, нет. Нет. Для того, чтобы заработать, надо потерять. Потому что только на ошибках, на своих, как правило, люди все и учатся, обучаются. Как говорил Роберт Киосаки, я тут, я его не смотрел, тут буквально там парочку видео посмотрел, небольшое, но он сказал хорошую очень вещь. Старайтесь как можно чаще ошибаться, как можно раньше, как можно меньшими деньгами. Как можно раньше, как можно меньшими деньгами, как можно чаще. Чтобы все ошибки, которые вы совершите, чтобы они не были так болезненны и существенны для вашего бюджета. Поэтому на начальном этапе благоприятно, конечно, активно обучаться. Хотя в школе, в академии, где я учусь, там есть, настаивают очень сильно на то, чтобы ты первый месяц только слушаешь, два месяца ты только на демо-счете, на виртуальном, то есть не на реальном счетах, там ты пробуешь, и когда ты уже выйдешь в стабильный плюс, ты уже выходишь на реальный счет и там начинаешь на маленьком депозите, который ты сам выбираешь, никто тебе никогда не навязывает. Это же не пирамида, это школа. Как вы приходите в институт? Кто же скажет, институт это пирамида? Какая это пирамида? Вот. Ты сам выбираешь свой счет, тебе много раз скажут, пожалуйста, возьми меньше, пожалуйста, как можно меньше, чтобы не потерять. Потому что первые депозиты всегда люди теряют. Ну, они учатся, они пробуют, потому что одно дело теория, другое дело практика. И таким образом, человек, если он потратит достаточно, если он искренне хочет, понимаете, в чем дело? Я вот много-много лет повторяю одну и ту же фразу. Ты действительно хочешь этого? Или ты просто говоришь, что это хочешь? Вот это ключевые вещи. Ты действительно этого хочешь? Или ты просто говоришь, что этого хочешь? Потому что люди говорят, я хочу быть здоровым. Это просто говорит человеку. На самом деле он пьет, курит, и так далее. Я хочу быть богатым. Или я хочу быть там то, я хочу быть всего. Я хочу это, я хочу это. Люди в основном говорят, что они хотят. Потому что, когда человек действительно хочет, искренне хочет, это означает, что для него без разницы все. Для него не имеет значения, у него нет просто другого варианта. Он просто понимает, что он действительно без этого жить не может. Я не имею в виду там трейдинга, я просто к тому, что если вы действительно хотите получить эту вот независимость финансовую, то вы должны что-то для этого делать. Потому что просто сидеть и мечтать, все кришнаиты мечтают, чтобы у них была кредитная, банковская карточка, незаканчивающаяся, чтобы он мог служить Кришне, ездить по всем фестивалям, по всем дхамам. Это вот такая мечта у всех, такая иллюзия, иллюзорная мечта. Я хочу вот быть, чтобы нашелся какой-то спонсор, мой, надо сказать, личный, персональный, который мне помогал бы вот все это делать. Нет таких спонсоров? Нет. Самим надо это все создавать. Поэтому если вы действительно искренне хотите получить финансовую независимость, то вам надо что-то делать в этом направлении. Просто мечтать это можно всю жизнь промечтать. Но дело в том, что люди, видите, они, почему они предпочитают работу, я уже сказал, да, люди готовы работать до смерти, но самые пока вот они вот могут передвигаться, они готовы работать, но они не готовы потратить 3 года, поучиться, ну там 2 года интенсивно обучаться, для того, чтобы потом решить навсегда эти все финансовые свои проблемы. Потому что, ну вы знаете, обучение, для чего нужно обучение? То есть, мы уже говорили, да, о зеркальных нейронах, когда мы смотрим, повторяем за тем, кто это уже умеет это делать, да, потому что сессия, ну, или живая, живая торговля, вот ты смотришь на экран, там преподаватель смотрит, открывает рынок, смотрит график, показывает какие-то, ты попытаешься за ним повторять, и ты получаешь эти знания. То есть, это вообще, на самом деле, даже не рассказ о трейдинге, не рассказ об академии, это просто некоторые, вот такой вот я поделился, своим вот видением, то есть, я 4 месяца сейчас уже в обучении, и мне это доставляет огромное удовольствие, честно вам скажу, то есть, вот сам процесс обучения, сам процесс вот, попытки вот этой вот, реальной торговли, и если к этому подходить именно в плане методологии, там, в учебном процессе, то это не вызывает никаких серьезных эмоциональных каких-то переживаний, потому что один из ключевых факторов успеха, который, ну, реальных факторов успеха заключается в том, что в академии существует правило, что мы берем 1% риска на депозит, на все трейды в день, то есть, вот это ключевое правило, потому что это сразу нас выводит на те самые 1-2% из тех успешных трейдеров, которые на рынке существуют, потому что 98% просто все теряют и уходят, то есть, мы сейчас говорим о вот таких вот индивидуалистах, которые вот туда приходят поторговать, потому что этот рынок двигают банки, банки, какие-то фонды, которые апеллируют миллиардами, триллионами, и они правят на этом на этом рынке, а не вот какие-то такие вот мелкие трейдеры, мелкие трейдеры, которые приходят просто вот подзаработать, да, 98% сливаются, потому что у них идея максимизации профита, максимизация заработка, как можно быстрее, как можно больше заработать. Ключевым фактором успеха в академии является то, что здесь категорически навязывается идея, что вы должны только 1% риска на все трейды в день брать. Если вы взяли трейд, и он ушел в стоп-лосс, то есть, ушел в минус, то вы не можете просто ничего брать, все, вы ждете следующего дня. Таким образом, вы не можете потерять те деньги, которые вы ставите, ну, как бы, тот депозит, которым вы работаете. Потому что, если даже вы будете 20 дней неуспешны, то максимум, что вы можете потерять за месяц, это 20%. Потому что люди теряют, бывают, за один день все. Сразу же приходят и все сливают. И вот таких вот нюансов очень много. Те, которые делают наше обучение и наш процесс торговли довольно-таки интересным занятием, которое одновременно изменяет нас. Поскольку, вот когда я начал заниматься этим уже реальным торговлей на Форексе, вдруг все мои вот эти вот качества, характера, которые мы пытаемся посредством нашей философии, нашей практики, нашего общения с преданными изжить, они вдруг вылезли все. Вот эта жадность, зависть, азарт, какое-то там вот это вот нетерпение. Да, терпение сразу же проявилось вот это нетерпение, потому что один из главных навыков, которые получает трейдер, обучаясь, значит, качественно получая образование, это умение сидеть на руках в буквальном смысле слова. То есть умение не входить в сделку, которая ну является ну несет какие-то элементы сомнений. Потому что в принципе да, и кстати очень интересный момент, что мы ведь учимся полагаться на Бога, полагаться на Кришну, да, мы же полагаться как бы мы даже говорим все время в суе, в быту, что на все воля Кришны и так далее. Когда у нас что-то не получается особенно, ну, значит, так вот, Кришна так решил. Так вот, рынок очень здорово корректирует наше сознание в том смысле, что он абсолютно, абсолютно делает все, что он хочет. Ты не можешь ничего, никак не можешь повлиять. Он делает то, что он хочет. и даже ты можешь все, все, все просчитать, все должно быть так, как вот по техническому анализу, вот туда, а не иначе, куда он должен идти, но он развернется, пойдет в другую сторону, ты ничего не можешь сделать. И это очень сильно к тебе отрезвляет, то есть ты за какое-то короткое время достаточно быстро становишься смиренным, терпеливым, уважительным к рынку, потому что понимаешь, что ты ничего здесь не решаешь, ты просто должен учиться и пытаться все больше и больше по мере обучения подтверждений находить для того, чтобы быть прибыльным. Но это как бы отдельная тема, то есть о самом о самых вот этих нюансах непосредственно обучения это можно уже в другом видео рассказать. Если у вас возникнут вопросы, вот телефон я оставляю, WhatsApp, он же там Telegram и электронную почту, можете пожалуйста писать, задавать вопросы. То есть я так не готовясь просто решил поделиться вот этими всем вещами. Конечно не сказал наверное даже и 20-й части того, что я могу сказать. Если еще подготовиться, то это будет вообще интересное видео. Но пока эта задача не стоит. Ну и последний момент, который может быть интересен будет для того, чтобы вам стать успешными, то есть учиться, вам нужно каким-то образом либо оплачивать это обучение, либо купить это время. Каким образом? Здесь действует такой принцип, что если вы пригласите двух человек, и они будут учиться, то вы будете учиться, обучаться бесплатно. в этом смысле такая вот дается скажем так льгота не льгота, но такая программа партнерская, когда вы приглашаете кого-то, то обучаясь эти люди они обеспечивают вам бесплатное обучение. Это очень важно, потому что у кого-то действительно недостаточно средств, но очень много друзей, которые действительно хотят финансово стать грамотными, независимыми, успешными и так далее. Тогда он может просто прийти, пригласить кого-то и будет обучаться сам и поможет это сделать другим. В конце концов на Востоке есть поговорка, что человек знающий, но не делящийся знанием уже творит зло. Поэтому многие люди имеют очень сильную мечту, многие вот я знаю просто преданных, которые уже больше десяти лет они мечтают побывать в Индии, в Святой Дхаме, но они не могут себе позволить в силу того, что у них просто нет каких-то финансовых возможностей. И вот очень важно, что люди готовы действительно работать всю жизнь, но не готовы учиться два года, чтобы решить все проблемы на будущее, на всю оставшуюся жизнь. Здесь, конечно, есть аргумент, очень большой аргумент в пользу, потому что это называется управление риском. Когда вы работаете на какой-то работе, ваш заработок вам гарантирован. А здесь гарантий никаких нет. Очень сложно уйти даже от маленькой какой-то кормушечки, которая вам гарантирована, в какую-то область, где вам ничего не гарантировано, а просто есть какие-то мечты. Поэтому я уже сказал, что успех в трейдинге зависит от того, есть ли у вас на данный момент стабильная работа, которая покрывает все ваши материальные потребности для того, чтобы вы спокойно могли обучаться, спокойно могли развивать свой депозит, увеличивать свой депозит, который вам в дальнейшем принесет какой-то доход. Потому что для того, чтобы жить с трейдинга, нужно иметь депозит, ну как минимум он должен быть шестизначным, шестизначным, потому что тогда у вас вы можете оттуда изымать какую-то сумму для того, чтобы покрывать свои расходы. Если просто попытаться жить с трейдинга, то это будут обычные крысиные бега, вы просто одну работу поменяйте на другую. То есть вы были занятым наемным работником, сейчас вы станете самозанятым, только с еще большим стрессом, потому что вы будете все время стараться как можно быстрее, а вот как можно быстрее это то, что нельзя. здесь как раз нужно настраиваться на долгосрок. Как можно быстрее в трейдинге означает провал. Если вы хотите быстрее научиться быстрее зарабатывать, то вы просто обречены на то, чтобы быть неуспешным. Как раз здесь в трейдинге вопрос стоит о том, что только на долгосрок вы сможете стать каким-то более-менее продвинутым успешным и у вас будет нормальное устойчивое равновешенное состояние психики, потому что вы спокойно живете за счет своей работы и учитесь. По мере вашего обучения вы увеличиваете ваш депозит и соответственно увеличиваете ставки. Таким образом вы очень экологично научаетесь зарабатывать большие деньги и терять большие деньги. Потому что очень сложно представить сейчас, что вы заработаете в день допустим 2000-3000 долларов. Это же очень трудно представить. А представьте, что еще нужно потерять столько же в течение дня. Это же вообще невероятно. То есть это вещи, с которыми человек просто психологически не готов. И он готов к этому может только последовательно, постепенно, по ступенечкам поднимаясь на уровень финансовой грамотности, проходя вот эти все потери и приобретения. В этом смысл долгосрочного обучения. Вот чего собственно говоря для тех, кто хочет это сделать, может это сделать. Вот и для тех, кто более коммуникабельный, скажем так, у кого много возможностей, кто любит вот это общение, тот может решить свой вопрос безоплатного обучения, если он пригласит кого-то, двух своих друзей, и они будут учиться в этой академии. Итак, если у вас будут вопросы по непосредственно трейдингу, по обучению, то я на все вопросы ваши отвечу уже в личку. Все, спасибо, всего доброго, до свидания. Если будет интерес, то я запишу еще следующее видео. Продолжение следует...